Здравствуйте всем уважаемые зрители, Грифонион на связи. Я решил, что следующую прямую трансляцию ждать будет слишком долго, наверное, потому что это реально сложно, выкрыть времечко. Я решил продолжить прям так. Я, естественно, вчера еще повородил, капитально так пособирал денежек, ресурсов, и теперь у меня невероятных 17845 монеток, которые я, кстати, еще и потратил, потому что я поставил улучшение на всякие вольерчики. Не слабо так походил. И все это, между прочим, исключительно на хлопковых, слаймах и мяуровых. Вот, если что. А, ну еще флюорестирующих, да, потому что отсюда я тоже собираю. Пытался я сменить настройки управления, у меня ничего не вышло. Как-то, во-первых, не работает назначение в настройках. Пытался полазать по конфигурационным каким-то файлам в директории Стима. И нашел там файлик, который отвечает за управление, но попытка поменять что-то привела к тому, что у меня сбросилось все вообще, все настройки языка, графики и все остальное, что я настраивал. Поэтому, наверное, надо этому файлику просто предоставить столько чтения без возможности изменений. Тогда что-то будет. Ну, не суть. У меня сейчас задача пройти того кролика, но я еще сначала хотел бы больше получить вот этих вот флюорестирующих слаймов. Поэтому пока ночь, я схожу, возьму несколько штучек и скричу их, наверное, с котами. Или, может быть, подожду, пока не появятся скалистые. Вполне возможно. Так. Сейчас мы глянем, как это все будет выглядеть. Так, вот мне нужны вот эти товарищи. Эти мне пока не нужны. Вот этого мы собираем. Еще одного, и я думаю, мне хватит. Для того, чтобы было все шикарнейшим образом. Вот ты, например. Отлично. Значит, что делаю? Мне нужно найти... Пройти, наверное, дальше на другой остров и накрабить заодно еще и скалистых. Скрестить их с флюорестирующими. Тогда, наверное, будет топчик. Сейчас мне для этого нужно найти достаточное количество еды, чтобы покормить того кролика. И пройти дальше до следующей локации. Еще, кстати, вопрос. Если были у меня уже здесь флюорестирующий слайм Гордо и хлопковый, значит, где-то, наверное, есть еще и розовый и, может, мяуровый. Но это не точно. Чисто теоретически на этой локации должны быть, наверное, еще розовый где-то и мяуровый слайм. Надо, короче, будет еще прошерстить тщательно все это дело. Так, кстати говоря, запись идет. Все хорошо. Так, это я... Этих сюда. Этих сюда. Есть. И надо, значит, найти где-то источник еды для моего кролика. Или поискать, потаскать что-нибудь там по пути. Наверное, так и сделаю. Ждать я особо утра не буду. Пойду прям вот как есть. Еще к вопросу о возникновении варров. Дело в том, что именно ночью вероятность их появления повышается капитально, потому что есть дополнительные виды, вот, флюористирующие слаймов. И поэтому шансы на то, что они скрестятся, максимальные. Так, у того, по-моему, овощная диета, насколько я помню. То есть мне эти ягоды не подойдут, мне нужны овощи. Морковки там всякие, капуста, вот это вот все. Так, тут ничего нет, тут все съели уже. Злыдни оставляют без еды. Я так и добыл еще, значит, соляной раствор этот. Типа соль земли написано в описании. В принципе, я согласен, соглашусь, наверное. Типа соль земли. Нету, что-то вот как-то пока не густо. Так, это я добыл. Два почему-то только выпало. Хотя в предыдущий раз где-то мне и три попадало. Странно. Давай от греха тебя подальше вот туда запульнем. Это мне кажется, иначе ты тут наделаешь бед. Негуманное отношение к слаймин. Так, это что? Это недобываемое что-то. Сейчас я буду еще, короче, куролесить тут в поисках еды. Вот, я чувствую. Но вообще надо было, наверное, по-хорошему, на самом деле, подождать утра, да и все. Время же пройдет и наверняка появится что-то из еды. Скорее всего. Это не точно. Так, кстати, я же после того, как сбросилось с управления, я еще и не сделал чувствительность обзора. Обратно, видишь, единички стоит. Даже, наверное, можно вот так сделать. Есть. Значит, спать до утра. Поспали. Вон, с кружечкой кофеечка. В принципе, как и я. Сейчас у меня тоже кофе рядом стоит. Опять что такое? А, это, видимо, сборщик был какой-то, да? Так, ладно. Смотрим, что у нас выросло за это время. Где моя еда-то все? О, капуста есть. Прекрасно. Вот ею мы покормим этого кролика. Это факт. Так. Значит, есть клубника. Это мы закинем сейчас флюористирующим товарищам. Чтобы они еще ярче флюористировали у себя в загоне. Они, вон, недовольные. Несмотря на то, что у них там музыка, они такие, типа, ме-ме-ме-ме. Ой, подожди, это не тот отсек. Не кормушка, это сборщик плотов. Так, а кормушка у нас вот. Видали, у меня и кормушка тут имеется, и все, короче, хорошо. Ну, им хватит. Правильно? Прекрасно. Так, теперь. Теперь. Возьмем еще морковки на всякой с собой. Побольше. Морковки и побольше. А ее нету почему-то. Она не выросла. Значит, по пути пособираем. И погнали к кролику, наконец. Кролик. И будем сейчас его кормить, закармливать до полопания. По сильнее, не хотел сказать, но это неправда. Он лопнет. От обжорства. О, морковка. Есть? Есть. Чуть-чуть. Так, и тут есть. Нету. Еще не выросла. До конца. И тут. И тут все уже поедено. Видны следы жизнедеятельности только этих слаймов. Все. А самой капусты морковки нет. Так. Значит, и... Что там еще есть? Вот, например. Морква. Так, теперь мы идем к кролику. Теперь мы идем к вам. Я думаю, что мне этого количества хватит. Самонадеянно считаю. Я просто сейчас уже наваляющийся этот плорт. Смотреть не могу, сколько я его подбирал. Мне хватило. Я уже все. Это только если теперь новый, более дорогой я буду подбирать, потому что столько закидывать в продажу плорта, это еще надо постараться. Так, не туда. Куда-то сюда-то. Так, он был наверху, да? Значит, идем сюда, поднимаемся по вот этому пригорочку и находим нашего вечно голодного. Сарик, он умеет. А? 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 Ну, на, на, ешь. Вот. Все. Хватило буквально немножечко. Так, за кроликом в кролище нору. Погнали. Это что такое? Это можно. О, куры скалистые. Неинтересно. Так. Че это? Это что-то интересненькое. Ну, естественно, не нажать я не могу. Понял. Ах, вон оно что. Пульт управления башней. Нифига, какие эффекты. Вы гляньте. О! А-а-а! Понял. Вот, теперь понятно. А-а-а. Так у меня здесь две такие башни было. Это получается, что я еще одну должен где-то так активировать. Какая милота. Секундочку. Значит, тогда по аналогии. Я так понимаю, да? Это должно происходить по аналогии. Смотри-ка. У нас есть где-то еще вот башня здесь такая. Пошли проверим срочно. У меня, у меня предчувствие. У меня предчувствие. Нужно бежать туда. Знаю куда. И посмотреть на башню, осмотреть со всех сторон. Есть ли где-то окошко для пульта управления. Вот. Такая гениальная идея. Просто вообще. Смотри-ка. Там что-то есть. А вот она и есть, кстати. А-а-а. Нашел. Опа. Так. Как туда попасть-то? Мне нужно вот на этот мостик. Так. Ломаем законы физики и... Ага. А вот и он. Этот гордо. Здоровый. Розовый. Привет. Ну, получается, тебе мы будем скармливать все подряд. И кур тоже. Так. Иди сюда. И ты тоже иди сюда. Вы в смысле? Простите, пожалуйста, я неуважительно к вам обращаюсь. Так. Тут у него были ягоды. Должны были быть ягоды. А тут, кстати, кто-то злой живет, как будто бы. Но я туда допрыгнуть пока не смогу, видимо. Потому что у меня не хватает мощей, чтобы так высоко прыгать. Да? Да ведь? Или могу? Блин, стрёмно. Давай я лучше тебя скормлю сначала, а потом посмотрим. Так. Не хватило. Зараза. Ну, где-то здесь еще должна быть еда, значит. Правильно ведь? Так. Я его покормил, он отметится. То есть я был прав. Все-таки, во-первых, они есть здесь тоже. Розовый и, возможно, мяуровый. Во-вторых, как бы и все. Больше ничего не хотел сказать. Только то, что он здесь есть. Так. Кормим. Продуктивненько. Как-то продуктивненько. Без стрима. Я прям даже не знаю, в чем тут делаем. Курица. Все пойдет на съедение этому товарищу. Так, морковка есть еще? Ягодки. Ну, это уже, наверное, перебор в любом случае будет сейчас. Перебор. Переборович. Где-то здесь, да? Он был. Великолепно. Великолепно. Короче, я обнаружил вот эту штукенцию. И за ней сразу получается и этого уникального товарища. Так. Так. Давай пур тебя спармим. Ой. Так. Слушай, какой ты жадный. Вот. На, пожалуйста. Бултых. Ого. Что это? Плюрисцирующий и это. Так. А это что такое? Вода. Я так понимаю, что здесь надо стоять и он меня поднимет наверх. Ой. Опа. Я угадал. Так. Это значит, что я могу пройти теперь к пульту управления к следующему порталу. Блин, какой я крутой все-таки. Обалдеть. Да, смотрите, как она круто работает. Это все-таки действительно нерукотворная хреновина и она движется. Она живая. Ладно, механическая. Она механическая и это прям супер круто. Вот это эффекты. Вот это эффекты. Так. И это у нас идет на тот остров. Ну все, я... А на какой мне лучше сначала пойти? Наверное, без разницы или есть разница? Так. Сначала мне нужно заняться освобождением инвентаря. Потому что я 100% все потеряю по пути, если я туда пойду прям так, как есть. Так. Ну еще у нас есть, кстати, один где-то должен быть, точнее, мяуровый. Этот гордо. Мяуровый, мяуровый. Мяуровый гордо. Надо его найти и закормить мясом до смерти. Как это звучит некрасиво. Прям не могли что-нибудь лучше придумать. А, во. Я же могу прям сюда закинуть. Вот. У меня семь здесь теперь вот этих. Слушай, ну удобно. Так, значит, могу пойти. Наверное, пойду все-таки сначала сюда. Пойду через песок. Вот туда пойду. Может, овощи еще с собой взять? Скалистые вроде овощи едят. Так что я и плорку сразу пособираю, возможно. Вот она, красотень-то какая. Посмотри. Радужный портал. Ну-ка. Не кушай его, ты что? Глупый, что ли? Так, побережье звездного света. Где сумерки и рассвет единое целое. Прикольно. А я воду вообще черти собирать не могу, да? Прям совсем? Ой, беда, огорчение. Как же мне сражаться-то с варами? Надо установить улучшение какое-то, видимо. Опа, а это что? Что это такое? Здесь какая-то дверь, но она, видимо, должна открываться четырьмя разными видами плорта, или что, судя по цвету? Нет, тут вот... А, нет. Это просто радужная какая-то штука. И что мы это не сделали? Ладно, узнаем попосля. А, после узнаем. Сначала пойти исследовать новую территорию. Так, тут у нас опять эти зайчата. Зайчата, они везде. Так, вижу банку. Иду к банке. Ой, это какая-то другая курица, что ли? Иди-ка сюда. Морская курица. Мерзкое сокровище, прямо как твой любимый трэшовой фильмец. Что, блин? Морская курица. О, еще одна корзинка. Корзинак. Так. О, я его нашел. Я нашел еще и вон кого. Ну-ка, стой-стой-стой-стой-стой-стой. А ты ешь вот это? Ешь. Класс. Ну все, получается. Я план перевыполнил практически. Так, только мне нужно теперь... Да уйди ты. Блин! Ну ладно, плорт не соберу. Так, хоть это соберу. Так, это что? Сейчас я морковку все выкину. На, ешь. Вот. Свеклобиение. Если к ней прислушаться, можно услышать слабое биение овоща. Ха-ха-ха. Странно звучит вообще-то. Так. Ну, учитывая, что фитнес-браслеты и у колбасы находят пульс, наверное, все-таки это имеет смысл какой-то. Практически подтвержденный. Так. Итого, у меня уже целых 4 новых предмета. Нужно срочно тащить это все домой, потому что я чувствую, что я просто потеряю пути где-нибудь. Так, погнали. Ни слова больше. Вот, арка красивая. Так, тут хоть... А, тут ничего не написано, пока не нарисовано. Надо как-то задокументировать область, чтобы я не потерялся. Офигеть! Я мега крут. Так, значит, возвращаемся домой и складываем все в свои всякие карманы. О! А вон еще что нашел. А куда мне это девать? Никуда все не дену теперь. Так, ладно. Надо запомнить, что там она была вообще. Надо больше отсеков, больше, короче, места. И вообще больше всего надо больше, гораздо больше, потому что явно не хватает мне. Не хватает. Ресурсы я не собирал. Я занимался исключительно добычей денег, потому что деньги в этой игре тоже решают довольно много всяких проблем. Честно, откровенно говоря, очень советую. Деньги прям топ. Люблю деньги. Да, выиграл, по крайней мере, так точно. А там что, может быть еще и вода есть? О, есть вода еще. Надо тоже собрать и принести на базу. Вот такой план. Так, значит, это у нас морская курица. Зелененькая какая-то. Ее нужно, значит, пихнуть, наверное, в вольер ко всем остальным курицам. Не знаю, будет ли это работать, но посмотрим. Ничего себе, во сколько тут много. Блин. Подожди-ка, подожди-ка. Надо, короче, уменьшить популяцию. Например, сюда мы сложим кур. Так. Сюда пока сложим вот это, чтобы не мешало. Потом, значит, этого товарища сюда. Пусть он разводится вместе с вот этими чуваками. Так, этим нужна еда. Явно. Они злые и недовольные, что у них нет ничего. Так. Теперь еще возьмем... Овощей, наверное, любят скалистые овощи. Так что мы этим и воспользуемся. О! Смотри, хорошо. А чего ты не ешь? Странно. Так, это кроликам еда. Сейчас мы закинем. Мало еды, надо больше. Так, и получается, что мне еще надо? О, смотри, уже вон скалистые... Скалистые летающие эти самые засранцы появились. Появились. Фрукты и овощи. То есть он все эти приезды и все ему можно туда кидать. Фрукты и овощи. Прекрасно. Это меня полностью устраивает. Значит, сейчас мы немножечко подкормим. Чтобы они не разоруинили меня вольер. Так, 20. 20 штук с одной грядки. По-моему, неплохо. Так, тут есть еще недовольные? По-моему, есть. И мне нужно теперь сделать догон для вот этих вот медовых плортов. Или как они там называются? По-моему, медовые. Значит, а для этого, похоже, мне придется покупать новый участок. У меня закончилось место. Так, с чего начнем? Давай вот с этого и начнем. Сколько он стоит? У меня денег много, я теперь могу позволить себе и участок. Арочная терраса. Давай, покупаем. Есть такое дело. Арочная терраса. Чего-то идти далековато. Понимаете? Какие-то несерьезно. Но зато здесь у нас сколько полей? У нас здесь 5 еще дополнительных полей для всяких этих чуваков. Вот, по максимуму сейчас, значит, загон оборудуем. Так. Это. 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 Смотрите, как удобно. Когда денег много. Так, сразу. Оп. Все. Неплохо. Так, этого сюда. Ты у нас ешь пока фрукты. Ешь фрукты. Значит, тебе нужно фруктов сюда. За... Запузырить. А тут ничего не растет. А, вон растут фрукты. Тебе повезло. Ему повезло, что там есть фрукты. Так, и вон еще. Какие-то. Так, один, по-моему, улетел куда-то не в ту сторону. О. Так. Ну, нормальное место. В целом. Мне нравится. Особенно учитывая, что здесь растут вот ягоды. А сюда можно фруктовых слаймов пихать, и они будут здесь... Хотя и морковка есть, можно и овощных тоже. Так, давай-ка, мы тебя настроим сейчас кормит... Кормильщик этот, афотокормушку. Господи. Так, сюда закидываем вот это все. Значит, как вот ему скорость уменьшить? Вот так. Все, доволен? Доволен. Идем, значит, теперь на новые территории исследовать. Я так понимаю. Блин, надо выносливость еще увеличить, потому что пока с этим делом все очень уныло. Так, это я купил. Я крутой. Идем сюда. Идем сюда. Идем сюда. Сейчас посмотрим, что я могу сделать. Могу я вообще что-то сделать или нет? Так, мне нужно. Это у меня есть. Улучшено. Это... О-о-о-о. О-о-о-о. Хорошо, хоть сердечный элемент есть. Медовый плорт. Розовый плорт. Солевой раствор. И, короче, много всего надо. Так. Усиливает вакпак. Почти точно безопасным. Микрогенератором синтеза. А куда мой желтый плорт делал? Короче, вот это нужно. Так. Далее. Фосфорный лучистый. Этого нету. Мяуровый. Вместимость вакотеков до 30 единиц всего, что можно вакнуть. О-о-о. На десяточку, короче, да, увеличивает? Это неплохо. Дополнительный универсальный вакотек. Скалистый и шелковистый песок еще откуда-то надо добыть. Специальный вакотек для пресной воды. Насыщенный солевой раствор. Ну, короче, в целом, что-то я даже могу поделать себя. Давай начнем, пожалуй, с... Ресурсов для этого дела. Нужно сначала ресурсы добыть. Так. Это кормушка. Вот, мяуровый плор. И розовый. Ой. Так, добыли. Потом вот этот. Нет, не достал. Так, теперь еще нужно вот здесь забрать. Это все у нас пойдет внутрь машины, если что. А не куда-то там, куда вы могли подумать. Так, потом мне нужно еще вот... О, блин. Теперь здесь у меня два вида еще плорта. Так, ну ладно. Ого, 80 уже накопилось. Ничего себе. Это все благодаря диете клубничной. Скалистого 6. Прекрасно. Короче, у меня здесь супер-пупер драгоценные сидят слаймы, которые будут давать мне много денег. Много больше, чем было, по крайней мере. Так, идем дальше. Не останавливаемся на достигнутом. Значит, закидываем все сюда, в шайтан-машину, и будем сейчас смотреть, что я могу сделать. Вот, таким вот образом. Теперь я могу точно улучшить теперь вот это. Так. И могу еще, наверное, вот это улучшить. Так. Прекрасно. Скалистый и шелковистый песок. Ну, скалистый пока... Так, для воды надо обязательно мне поставить. Импульсная волна. Снабжает вакупака миттером импульсной волны, которая оттолкнет слаймов, если вдруг захочется чуть больше личного пространства. Странная штука, наверное. Ну, ладно. Защита отсеков. Короче, следующий на очереди вот этот мне нужно. Скалистый плорт, шелковистый песок. А почему я больше не могу? Улучшено. Так, а вот тут еще один уровень есть. Почему я больше не могу? Ладно, разберемся. Так, фосфорный есть, этого нет. Короче, надо вот воды набрать побольше. Воды набрать и дополнительный отсек еще. Скалистый плорт и шелковистый песок. Все. Это мы идем внаружу. Идем внаружу теперь. И будем, значит, заниматься дальше полезными исследовательскими делами. Кстати, чувствуется уже сразу, что у меня больше выносливости стало. Прямо... Ух, бисолка мощная! Бегаю, как Усейн Болт. Так. Ну, давай, наверное, еще вот это дело продадим. У меня же теперь много места. Так, 30. Так, не то. Блин, вот здесь, конечно, много накопилось. Так. Еще флюорисцирующий надо плорт. Фосфорный. Так, погнали. Все на продажу. Ох, продавать это не перепродавать. В смысле? Стой! Цены загружает. Так. О, ничего себе. Ну, давай начнем тогда с этого. Цена неплохая. Нравится. Вот так делаются деньги. Неплохо, да? По-моему, очень даже неплохо. Так, еще нужно забрать все, потому что они переполнятся, и некуда будет складывать добро. Так, здесь пока нормально. Здесь вот у меня катастрофа. Экологическая катастрофа. Какашек навалило огромное количество. Непуда девать. Так, есть. Интересно, скалистого у меня уже наберется, чтобы улучшить что-нибудь? У тебя еще нет, не совсем. Шесть штук. Контакты и много. Ну, давай им отдадим клубнику опять. Подожди, получается, если я отдаю клубнику, то у меня будет 2 раза больше фосфорного флорта. А надо скалистым что-то другое, чтобы они прям любили. Ну-ка, давай глянем. Я кого-то не открыл еще, да? Так, любимая... А, вот свекла как раз. Так, хорошо. Свекла-ка. Так, вот еще у меня еще. Надо не забывать собирать, потому что она будет валяться, портиться. Вот это вот все. Некрасиво получится. По старинке. Не забиваю их в кормушку, а вместо этого все кидаю сразу сюда. Обожаю. Просто поток денег такой. Закачаешься. Так, что я хотел? Можно добыть, там было где-то водичку соляную. Так, еще вот это нужно забрать. Ой. Это что было? Странные вещи. Это был глюк какой-то, походу, да? Так, ну-ка. Баскетболист уровня бог. Не попал. Не докинул чуть-чуть. Не баскетболист. Ну, в принципе, я как бы и не расстроился. А, вот куры. Куры. Я собирался еще курить, попсасывать. Тут он вообще какой-то... Безумный беспредел, безумный, говорится. Так. Нужно, короче, что-то здесь... Что-то в ней лишнее. Петухи. Три штуки. Так, цыпленок. Лишний. А где морская курица, кстати? А, вот. Смотри-ка, есть. Ты похожа на чайку. Такая смешная вообще, я просто обалдеть. Надеюсь, она не состарится и не умрет. Вместо того, чтобы разводиться. Так. Значит, курица вот эта. Это скалистая. Так, это у нас петухи. Так, и это у нас обычный куры. Самые простые. Все, пусть сохранятся. Они там у нас в криокамерах, они никогда не стареют, поэтому и все у них хорошо. И слава богу. Так. Еще что-нибудь надо тут сделать? Вот, можно, конечно, еще побольше убрать вот этих товарищей. Да и петух один лишний. Иди сюда. Так. Скалистая. Так, морская. Обычная. Обычная. Обычная? А что, скалистая к ней не оставил, да? Ну-ка. Сейчас мы это исправим. Так. Скалистую нужно одну. Вернуть на родину. Так. Простите. Одна. Одна штука. Все, иди на место. Нормально, нормально. Нравится. Так. Хорошо. Пошли теперь, наконец-то, за солевым раствором и за теми камушками, которые мягкие и твердые одновременно. Так. Столяной раствор был где-то здесь. В арке. Сразу. Или здесь? Нет, не здесь. А где был соляной раствор? Вот здесь был, да? Вот. Нашел. Нашел! Ура! Два всего лишь. А вон еще. О-о-о-о. А вон еще сколько? Три. Неплохо. Нравится. Так. И может здесь тогда еще и эти валяются, если такое дело? А вон еще есть. Ничего себе. Так это я, получается, мимо не ходил и не собрал. Вот. Я, короче, не... Потому что у меня тогда не было инструмента. А теперь есть. Так. Идем сюда. Окей, хокей. Отлично. Богатый урожай. Так. И вот там еще что-то у меня, по-моему, было, да? Какая-то загадочная штука или нет? Что-то ж там было. Я не могу туда допрыгнуть, потому что у меня нет пока этого самого джетпака. Хотя, может быть, если вот отсюда... Ну-ка... Блин, стрёмно. А ну, не допрыгну и умру. Что тогда? Надо донести водичку и все остальное. Тогда экспериментировать. А да, а то сейчас пока не нужно экспериментировать. По идее, я должен допрыгнуть. Как-то страшно, но, наверное, я допрыгну. Нормально. Курочки, цыплятки. Вот это вот все. Так. Главное не забыть, что я, собственно, куда шел, для чего. Кажется, там появился варр. А, вот. Собственно, и появился. Отвали от меня. Мерзкое животное. Ой. Какая, какая, катастрофа. Ой, здесь появились. Просто жуть. Я вас оставлю, пожалуй, на съедение. Мне как бы неинтересно тут. Простите. Простите. Спасибо, пожалуйста. Так. О, и тут тоже они. Нифига себе. А что у вас так много-то развелось внезапно? Утро, потому что. Еще не все, значит, монстры... Ой, слаймы исчезли. Кошмар. А, катастрофа. Так. Собственно, где-то здесь вот передатчик есть. Я могу туда закидать теперь ресурсы. Но единственное, что я потерял место, где я видел руду. Камень. Ладно. Пойдем, пожалуй, дальше. Пока что. В каком случае. А, во. Смотри, здесь есть руда. Три штуки. Это хорошо. По-моему, я еще где-то видел. Когда шел домой, я видел еще где-то руду. И не забрал ее. Ладно. Так, что я дальше должен был делать? Идем исследовать территорию и новых слаймов находить. И их, короче, прихватизировать. Чпоникс. Нужно поставить отсек для воды. Я тогда смогу хотя бы давать отпор этим мерзким варрам. А то они жрут все подряд и на меня не против поохотиться. Такс. Значит. Тут у нас были, собственно, скалистые. И все остальные. Обычные. Это что такое? Какая-то пещера. Смотри-ка. А я сюда могу встать? Наверное, могу. О. О, медовый нужно, да? Понял. Так, ну-ка, где-то у нас был медовый. Здесь тоже этот слайм. Один. Один-единственный. Дадут мне еще такой? Пожалуйста. Он же вот прямо здесь вываливался, по-моему, да? Откуда-то? О, варры уже появились. Блин, да что ж такое, непруха. Ладно, пойдем, почитаем пока вот эту интересную заметочку. Здорово. Лог. Похоже, призматические волны по-разному влияют на каждую область острова и в одних местах раскрывают полный спектр цветов, а в других чередуют и делят его. И они активно меняются. Иногда быстро и непрерывно, иногда медленнее. В первый год здесь каждый сезон выглядел по-новому. В то время это было прекрасно. Понятно. Почти, почти понятно. Очень интересно. И необычно. Так. Медового мне больше не дали. Почему-то. О, зато нашел вазу, которую до этого я мимо обошел. Так, еще вот эту штуку надо. Больше, а хотя зачем? У меня и так не хватает. Так. Понял. Так, пошли дальше. А то сейчас эти прибегут. А куда я дальше? Вон, смотри, что. А они же, если в воду сюда попадут, то они взорвутся, да? Нет? Или не очень? Ну-ка, давай на живца. Да, взорваются, нормально так. Отлично. Нравится. Можно, короче, с ними бороться, просто стоя в глудже воды. Нормальная тема. Жалко их приручать нельзя. Это было бы, наверное, прикольно. Он его съел, смотри. Глупый вар. Вы так хотите меня сожрать, что вы просто умираете об воду. Неадекватные. О, еще есть. Смотри, иди ко мне. Да не, не сюда, подожди. А, обойдешься. Сюда иди. Лох. О, просто размотал. Смотри, какие у них глаза стоят. О, страшно, страшно. Ну, все, уже нормально. Так, это лобковый. А где медовый-то делается? Может, это вот он был, что он тут вылез, и, короче, его сразу плорт съели, получается. И получилась такая некрасивая история. Вон, гнищая морковка. А я, получается, дальше сейчас никуда не пройду, что ли, пока я не найду медовый плорт, или что? А, вот еще есть дорога какая-то. Господи, я такой невнимательный. Просто жесть. Мне нужно руководство какое-то. Какое-нибудь руководство. Так, отлично. Здесь есть проход. Ваза. О, вот ты, ты-то мне и нужен. Так. Мы тебя покормим. Плорт. А, давай, что далеко ходить? Пошли сначала займемся этим. Я же тебя читал уже. Что ты прыгаешь? Так, мне нужен фрукт. Например, вот этот. Не, а он уже сдох. Испорченный фрукт. Так, понятно. Ты кто? Это что, был золотой слайм? Это был, похоже, золотой. Какой-то. Так. Значит, выстреливаем. Кормим. Блин, да ты не то сделал. Ну зачем? В смысле, я не то сделал. Ладно, возьму плорт тогда твой. Просто. Ты же все равно его выплюнешь мне. Правильно? О. Так, где-то здесь, короче, пещера была. А, ну да. До свидания. Это не здесь. Это не здесь. Так, где-то была. Вот здесь пещера была. Пошли, короче, кормить плорт медовый сюда. Чпоникс. Открыто. Сезам, откройте. Опа. Есть. Так, и тут у нас пещерка. Ух ты. Розовый фосфорный ларго. Прикольно. Ага, надо открыть вот так. Накопительный элемент. Спасибо. Рад. А тут что? Какой-то длинный тоннель. И какая-то еще одна дверь, которую я открыть пока не могу. Почему-то. Наверное, это с другой стороны открывается. Видимо, это какой-то короткий путь к тому месту. Чтобы далеко не обходить, видимо, надо вот так вот это сделать. Понятно. В целом. Короче, отсюда вот они появляются. Ну, пошли со мной. Хорошо, уговорил. А, все? Так, быстро? Видите, они недолгоживущие. Зато поднасрать умеют. Очень даже не слабо. Быстро. Откуда он выплевывался, этот медовый? Это же здесь. Ладно, пошли дальше. У меня был еще проход здесь, и я видел там много всего нового и интересного. Так, морковка какая-то у меня зачем-то. Не добыл я, а, добыл плорт медовый. Нужно посадить свеклу, получается, для скалистых. Если мне нужно больше скалистого плорта. Так, эти у меня уже товарищи есть, мне не надо. Давайте внимательно осматриваться вокруг. Что тут имеется? Вон какая-то дверь очередная. Тут куры разводятся. Так, тут, этот, клубничка. О! Вон что нашел. А что такое? Или это не то? А, я думал, это, типа, то, что разбить можно. Ваза какая-то. А, нет. Ну, похоже же, издалека. Что нет, разве? Вон, смотрите. Круглая какая-то хреновина. Это гриб, на самом деле. Так, в общем, дверь, и я ее, типа, открыть не могу. Потому что... Почему? Видимо, нужно как-то по-другому это открывать. Так, ладно. Загадки. Загадки пошли. Загадки, головоломки, вот это вот все. Так, ягоды. Вот, короче, мне надо было бы туда. Видимо, для этого нужен джетпак. Или что? Наверное. Так, тут я не пройду. Пока что, да? Что это было? Ты кто такой? Ой, может, тебя покормить можно? Слушай, а если тебя покормить, то что будет? Он, смотри, он, типа, этот охотник. А чем тебя кормить-то? Ты мясо же ешь, да? Ну-ка, может быть, курица где-то есть поблизости. Блин, когда надо, никаких кур не видно. Куры. Цып-цып. Вон там есть. О. Это что такое? Что это за статуэтка? Странная штука. Куда ее надо? Блин, я сейчас отвлекусь, короче, от того, что я собирался сделать. И все, ГГБЦГ. Ага, здесь у нас обитают, короче, злые, эээ, скалистые. Дайте мне, пожалуйста, курей. Пожалуйста. Что за дела? Я хочу вот того покормить охотника. Блин. А, так он морковку ест, наверное, да? Ты ешь морковку? Так, ты ешь морковку. Отлично. Блин, не то. Черт, он съел охотничий плорт. Зараза. Где вода? Так, скалистый. Не повезло. Прям сильно не повезло. Ну, я так не годится. Мне нужно вернуться туда. Надеюсь, они его не сожрут. Блин, они, наверное, его сожрут, а? Если уже сожрали. Черт. Как нехорошо получается. Откуда-то ж он взялся, этот невидимый. Я его, короче, пропукал успешно. Ой, беда, окречения. Так. Не нравится. Не нравится. Ведь ся. Короче, нужно ставить мне этот отсек для борьбы с ними, и тогда я смогу вот что-то сделать. А пока... В общем, все, все плохо. Пошли ставить отсек с водой. Без него как-то, ну, очень плохо пока получается. Я как раз набрал соленой этой воды и, наверное, могу его себе закрепить. Так, скалистый. Нехорошо. Нехорошо. Профукал себе, короче, плохого этого питомца. Охотника. Тут вон, беспредел какой творится и так далее. Без воды, короче, совсем не алло. Такое. Главное, за собой сюда не заманить случайно, а то это будет, конечно, жесть. Они недовольны, смотри, прыгают. В общем, нужно еще, видимо, мне позаниматься разведением всяких овощей, потому что пока что-то... Не успеваю я с кормом для этих товарищей. Не успеваю. И они вон вечно голодные у меня сидят. Так, так, так. В таком случае, куда я могу вкорячить еще себе ферму с свеколкой? В принципе, на новом участке должно быть место. Так, а мы здесь должны купить себе отсек для воды. Это вот эта штука. Вот, наконец-то. Вода ненадолго успокоит слайм и растворит варов. Политы растения всегда быстрее растут. Это да, но я поливалки поставил. Так, пошли, значит, устанавливать... Разводить себе... Сердечки. Сердцевеклу. Сердцевеклу будем разводить. И собирать ее придется бегать аж сюда. Как-то, короче, не очень. Такая себе система. Короче, не то, чтобы сильно голодный, да, товарищ? Медовый. А с кем я кого хотел скрестить? Этого... Так, это я скрестил с тем. Медовый с... Медовый. Вот сюда, наверное, посадим. Значит, вот это. Значит, вот это. Вот это. И высаживаем сюда твеклу. Пусть растет. Великолепно. Но это не точно. Сколько ты уже тут? Четыре штуки аж целых накакал. Так, теперь. Теперь я вооружен и очень опасен. У меня есть отсек для воды, который переключается на кнопочку R. Я могу релот сделать и надавать этим варам мерзким по их самым черным наглым рожам, которые жрут все подряд. Так, а чё я таскаю с собой этот, скалистый? Надо было его, наверное, закинуть куда-нибудь. Ну, давай продадим. Скалистый 28 аж стоит он. Нормальная тема. О, квест. Чё скажет? Виктор... Нет, не Виктор. А, опять этот. Огден Ортис. Ола, Беатрикс! Ты там? Это я, Огден Ортис. Слышал, ты бросилась на встречу новому большому приключению на Таинственном острове, где много загадок, опасностей и, может, даже с суккулентных фруктов и ложей, каких в мире ещё не видывал. Возможно. Но вот ты же знал, а я не мог не спросить. С тех пор, как ты начала стабильно приносить мне фрукты куда кукодобы, я достиг таких высот в кулинарии далёкого-далёкого запределья. А ещё просто объел степирогов с кукодобой, суфлей с кукодобой, пудингой с кукодобой, кукодобового конкарне, кукодоновой с конкукодобы. У меня закончились идеи и сила воли. Так что, если увидишь что-нибудь новенькое, прошу, расскажи мне всё. Кроме вкусняшек, я хочу узнать больше о тамошней флоре и фауне. И никогда не забывай, каждая частичка этого дикого мира бесценна и заслуживает нашей заботы и уважения. А ещё почаще пей там водичку, все эти приключалочки заставят попотеть, так что прихвати с собой этот водопроводный кран. Хм, удачки, Биатриль, держи меня в курсе, и болею за тебя. Хорошо, как скажешь. Так, нужно скрафтить. Было какое-то ещё устройство, которое позволит мне быстро возвращаться домой. Надо, кстати, проверить. Может, я могу его уже сделать? Я забыл ося. Забыл ося я. Так, сейчас проверим. Ну, потому что бегать туда-сюда по стольку раз это прям вообще неудобно. Так, вспомогательный. Гидротурель. Флорд лужица, бум-флорд и солевой раствор. Оборонительная пушка, которая автоматически выслеживает и взрывает вароподой. Так она, наверное, ставится-то, ну, на месте. Правильно. Жёлтый телепорт домой. Односторонний телепорт обратно в оранжерею. А, у меня нету солевого раствора больше. Нужно ещё солевого раствора где-то найти. Это изумрудный кипарис. А, подожди. Вот эта штука. Коллектор преобразователя. А я вот зато его могу сделать. А нам не надо? Дистанционно помещают ресурсов преобразователь. Пока, наверное, не надо. Хотя, с другой стороны, вот если бы я мог его обратно потом убрать в инвентарий и снова использовать, это, наверное, было бы удобно. А так, я не знаю пока. Так, где тут? Это не то. А тут нету этой штуки. Варп технологии. Постарайся не думать о том, как это работает. Так, нет. Нет, нет. Это не то. Так, нужно, короче, солевой раствор. Надо найти. Солевого раствора и ещё три штучки. Может быть, после того, как я посплю, они обновятся и будет потом, ну, нормально всё. Ну-ка, давай. До утра. А, кто-то на кружке медовый этот слайм изображён. Если что. На секундочку. Так, ну-ка. Мне нужно найти лужи. Фонтанчики. С водой солёной. Которую я могу добыть и использовать в создании телепорта. А, подожди, он одноразовый? Или не одноразовый? Я забыл. Чёрт. Я забыл. Он одноразовый или нет? У-ка. Здесь есть про технологии что-нибудь? Наука. А почему нету? Так. Фонтанчики. Фантастика. Есть? Обновились? Хоть какие-нибудь? Нет? Что, нет? Ты посмотри. Зато я могу проэкспериментировать с прыжком. Допрыгну я туда или нет? Давайте проверять. У меня как раз инвентарь пустой, поэтому я сейчас туда раз и прыгну. Вон туда. И посмотрим, что там у нас. О, смотри, допрыгнул нормально. А, так я тут был уже? Я, кажется, запамятовал. А там он зато не был. Куда нужен ранец? Похоже. Или я здесь уже спрыгивал откуда-то? Причь, фиг разберешься. И нету нигде теперь соляных этих лужиц. Вот как так? Как так-то, а? Ресурсы ограниченные какие-то. Прям невозможно. О, зато вот нашел чем. Есть. Пак-пак-пак-пак-пак-пак-пак. О, нашел. О! Хе, где давно я тут мимо хожу и не вижу. Все-таки две. Я так надеялся, что мне три дадут, а он еще, кстати, нашел. В! Внимательность. Так, тут больше больше такого не вижу ничего. Вроде бы. Нужно как-то наверх попасть. Вон там. Залежи. Это, получается, мне надо сюда. Вот так. Потом сюда, видимо. И здесь у нас будут вот эти вот вещи. Будем делать вещи. Полезные. Так. Все? Так, и здесь где-то еще был один. По-моему. О! Еще капсула. Секретная. Так, иди сюда. Большой розовый бонсай. Ну, такое. Так, ну-ка, сверху осмотримся. Вот это приемник. Так. Где-нибудь видны гейзеры? Гейзеры меня интересуют. С водичкой. Так вроде и не видно. Да, разминая руки. Тебе предстоит долгая и нудная работа. Найти гейзер с водой. Потому что мне нужно сделать себе и телепорт. Посмотреть, какой он одноразовый, не одноразовый и сделать. Если одноразовый, то я его делать не буду. Ничего не делать. Так. Все, идем дальше. Мне нужно теперь набрать воды и давать отпор, если что, мерзким варрам. Которые меня уже задолбали, честно говоря. Что-то их очень много там появилось внезапно. в местах смешения слаймов. Так, вода. Искупая своих слаймов, им это правда нужно. Серьезно? Я думаю, вот нет. Не нужно на самом деле. Так, ну должен по идее тут появиться снова теперь медовый. Возможно. Где-нибудь. Вот они так появляются. Ага. Все, сразу, сразу есть, да? Ну иди сюда, иди, давай. Сейчас ты, ты мне хочешь накостыляй? Это я тебе сейчас накостыляю, понял? Ты. Черная, черная какашечная масса. Нефтяная. О, опять. Глупые. Что еще? Где? Где ты? Нету? Испугался, да? Понял? Да я сам тебе накостыляю, ты. Так, ладно. Идем дальше. Там был у меня хищник. Хищник, который, типа, невидимка. Нужно его найти. Раздобыть у него, значит, всего, что мне надо раздобыть. А это, ну, типа, это обычная шпада, да? Гейзер просто с водой. Да, просто обычная. Кстати, вот куры, если что. Надо не забыть, что они там есть. Я, короче, как-то подошел сюда, и они, типа, на меня сагрились и спустились вниз, видимо. Вот как это было. Держу в курсе. Вот сюда я забрался. Потом, значит, пропрыгал до вот этой вот темы. Но явно не отсюда, откуда я пытался. Эть. Так, откуда я прыгал? Вот отсюда прыгал. Вот. И получается, что вот он. Красавчик. Так, хорошо. Теперь мне нужна курица. Курица. Гениальный план. Так, курица у нас здесь, если ее еще, конечно, не сожрали. Вот она. Сейчас мы ему кормим. Ой. Подожди. Мы тебя кормим, говорю. На. Кушай. Так. И теперь ты мне должен. Вот. Вот это по-нашему. Великолепно. Поэтому теперь я могу скрестить, например, медового с этим хышником, невидимым. И будет четко. А так, кто-то где-то появился, по-моему. А, вон. Вижу. Иди-ка сюда. Мне такое поведение не устраивает. Понял? Ты. А, ты хотел скушать, да? Ну на. Подожди. Подожди. Дай я тебя скормлю. На. Да блин. А где-то второй, короче, был злой еще. Вот он. Так. Отлично. Так. И давай тебе еще сейчас скормим. Правильно? Ты же будешь еще кушать? Или нет? Ладно, давай я этому скормим. Не, не хочет. Ой, прости, это не то. Не та кнопка. Короче, где-то, видимо, валялся все-таки этот плор. Да, я его не увидел. Ну-ка, ты какой? Ты довольный или не очень довольный? Ну, как бы, вроде и довольный, но не до конца. В смысле, не такой степени, как мне надо. Так, у меня есть два плорта охотника. Лопковый, это бесполезно. Так, что делаем? Наверное, нужно было бы по-хорошему обратно пойти и посадить, короче, охотника, пока я не потерял вольер. А куда это делся? Второй. Конечно, невидимую, я его не вижу. О, это же, наверное, ресурс, да? Точно. А я в упор просто. Лучистая руда, блин, я вхожу мимо и не вижу, что это важный ресурс. Он такого цвета незаметного. Так, может, тут еще где-то есть тогда, я пропустил? Мать-пери-мать. Как это, куда это годится вообще? Жуткий жуть. Блин, опять ты... Ой. Лучистая руда, три штуки. Вот там, может, тоже лучистая руда, кстати. Надо туда попробовать запрыгнуть. Нет? Нет, наверное. Не допрыгиваю. Жаль. А, кстати. Вон он, смотри. Иди сюда. Давай. Ко мне. Ко мне. Хороший мой. Давай-ка я тебе. Так, вот этот, ты мне здесь не нужен. Ты будешь мне мешать. А ты иди сюда, я тебя буду кормить. Вот. Ой. Еее. У меня теперь три есть. Все, можно и возвращаться теперь точно домой. Я прям чувствую, что это то, что мне надо. Так. Идем обратно. Ой, они меня, кстати, ранят довольно-таки неслабо. Лучистая руда. Короче, теперь я знаю, как она выглядит. Возможно, я даже не пропущу следующую. Но это не точно. Потому что я такой внимательный, что капец. Может, я их дети мимо нее ходил и его пор не видел. Не знаю. Ладно. Так. Это, в принципе, я могу запихать через машину. Шайтан. Шайтан-машину. Тут больше не вижу рога. Если что. Так что не ругайтесь. Так. И теперь возвращаемся на базу. Бажу. На базу. О, кстати, нашел ресурс. Видал? Это я его, кстати, видел. Да, я вот мимо него шел. Иди-ка сюда. Три штуки. Это неплохо. Очень даже. Так, значит, вот эта штучка. Мне нужно сюда запихать вот это и вот это. Так. Великолепно. Возвращаемся. Все. У меня есть охотник. Я его склещу сейчас с кем бы. С медовым, может быть? Может, с медовым, а может, и не с медовым. и будет мне счастье. Да вам. Ну, класс, да? А где куручу взять? Куруча. Вот. Все. Исчез. Блин. Зараза. Зато вот вода есть. Ладно. Что, в принципе, мне и было нужно. И вот, кстати, еще. Прямо возле лодки. Я вообще в упор не видел, что она здесь есть. Водичка эта. Так, нужно туда спуститься и забрать. Моей. А, ну правильно, она вон в каком-то секретном месте прям совсем. Насыщенный солевой раствор. Все, план перевыполнен. Вылазка успешная сегодня прошла. Я доволен. По факту. Будем скрещивать. Так, тут у меня вот всякие эти. Ого, сколько выросло. Вот бы еще какой-нибудь уборщик был, который все это собирал и раздавал потом обратно кому надо. Так. Ну ладно, вы не ругаетесь уже. Давайте вам тогда отдадим это все. Сейчас все сделаем. Бедолаги. Как вам нехорошо? Так, это нужно продать. это нужно собрать. Это нужно собрать. Покормить, короче, кого-нибудь из тех товарищей. в идеале мне бы заменить конечно кого-нибудь на кого-нибудь, потому что там ну, на пикме не надо столько розового этого флорка, наверное. слишком много. Как мне кажется, но это не точно. Так, давайте вам стоят такие, там еда есть, а у нас нет. что-то у вас тут так мало. Так. Куда попало все это? Кидаю. Что там? Так, я, собственно, для чего собирал ресурс. Мне нужно было что-то там докупить и сделать себе. Телепорт посмотреть. Сейчас проверим. А у меня что? Я не не собрал руду? У меня места не было или что? Как-то я не понял. Ладно. Телепорт. Нет? Это не то. Может тут где-то? А, вот да. Значит, односторонний телепорт обратно в оранжерею. О, делаем. Все. Да. Чтобы размещать устройство, нужно включить режим устройства. При этом нельзя ни вакать, ни стрелять. Увидны все места, где можно установить гаджеты. Понял. Понял. Короче. Хорошо. Значит, проверим его где-нибудь там на той территории. Чтобы далеко не бегать, надо проверить. Так. Это куда-то я попал не туда. Явно. О, тачка. Тачка. Крутая тачка. Возвращаемся. Значит, мне нужно теперь в пещеру, точнее не в пещеру, а в тот участок, который я купил, закинуть новеньких, скрестить их с медовым плортом этим, да? Получается, что у меня маловато подопытных. Один только. Нужно еще. О, зато красавчик. Посмотри. А что ты не собираешь это? Наре, охотиться. Прикольный. Фрукты и мясо. Ну, нормально. Так, нужно это опять закинуть внутрь кормушек, чтобы она не портилась. Так. Кто-то слишком быстро расходует, а он медленно ест. Нужно, короче, всегда больше посадить товарищей всяких, и тогда будет счастливее. А для этого нужно найти еще медовых, как минимум. Как минимум медовых. Значит, это пока оставляем в хранилище тогда, лорд охотника, и бежим искать медовых, этих самых, медовых слаймов. Где мой силос? Силосная башня. Вот. Так, сюда вот будем складывать теперь. Великолепно. Можем выдвигаться дальше, наверное. 9,59. 10. Нужно, короче, с собой иметь курицу на тот случай, если я опять найду золотого этого слайма. золотоносного. Так, не туда. А где проход-то? не туда спустился, что ли? Не туда спустился, что ли? не пойми куда. Что брел? И так произошло, поэтому. Ух, тяжело, конечно, тут с этим всеми проходами. Натыкано оно везде, очень плотненько. Плотненькая застройка. Это я иду, если что, за медовыми и какими-нибудь новыми. Правильно? Медовые слаймы. О! Вот это я шанс сейчас не упущу. Отлично. Так, у нас проблема, Хьюстон. Спасли! Нет. Спасли! Ура! Так, ну это, конечно, опасно. Это постоянно будет происходить, потому что они тут в большом количестве ошиваются. Где же медовый? Или он только днем появляется? Не понимаю. А что она сразу не убивает? Так, медового нет. Никого нет. В общем, получается, что это, в принципе, бесполезно. Плюресцентные все портят, а если медовый появится, то и вот, скорее всего, плорт тоже. Это же руд быстрее, чем я успею сказать плорт. Вот, что нашел. Смотрите, вот чистая руда. Ну, две штуки. Три штуки. Блин, что она так плохо подбирается? Сейчас бы еще не хватало ее уронить куда-нибудь, никуда. Так, так, так. Что делаем? Что мы делаем дальше в таком случае? Мне нужно попасть еще в какую-нибудь территорию другую. Я еще, кстати, не нашел до сих пор... А, вон она. Только, только сказал про нее, и там, кстати, вон сидит медовый ларго. Или гордо? Гордо, наверное. Так, что ж, пошли туда. Пройдем насквозь пещеры с люками. О, мед! Ничего себе. Остынь. Так. Ай, меня кусают. Ой, кажется, мне поплохело резко вдруг. Надо их кормить, видимо. Но мне лень. Сейчас так и помру тут. Глядишь. А мед-то надо собрать. Все? Больше нету. Прикольно. О, медовый. Медовый товарищ. Ну-ка. Так, это мы забираем. И тебя забираем. Ой. Прекрасно. Так. И тебя забираем. Отлично. То, что доктор прописал. Так, вот еще. Вот вас мне надо. Есть. Так, этот скалистый плорт нужен. Главное не помереть. Сейчас. Все будет тогда хорошо. А это что? Это фосфорный. Фосфорный плорт. Так, я все хожу вокруг да около. Вот мне надо наверх туда попасть как-то. Как-то надо туда попасть. Как это сделать? Так, где-то появился уже. А, нормально. Ну, тут воды много. Я думаю, что они появятся сразу и исчезнут. Таким образом. Ой. Отвали. Блин. Что-то я не те кнопки жму. Случайно скормил ему медового этого слайма. Нормально вообще, да? Так, мне нужно попасть, открыть карту. Где-то опять появился. Не вижу. Так, ладно. Я отвлекаюсь, все. И все не то, что нужно делать. Там ресурс, надо туда запрыгнуть. О, смотри, что нашел. Так. Есть. Есть контакт. Так, туда нужен явно джетпак, чтобы допрыгнуть. Это прям... Кедалки не ходить. Так, здесь у нас вот... Вот такая... Штука. Кстати, где-то слышу опять этого товарища с деньгами. Но не вижу. Простерянности прибывают. Как туда добраться? Очень хочется, но как-то не можете пока что. Нет. Ну вот они пожрут, сейчас всех злых, короче, ненормально. Это на это, то на то. Так. Да, идёт, короче. Может быть, пропрыгать надо как-то вот по этим уступам, утёсам. И тогда я смогу добраться наверх. Ну-ка, давай проверим. Я же как-то забирался там, ну, в некоторые места. Явно не предназначенные для того, чтобы туда так забираться. Нет. Сейчас мы попробуем. Эть. Упал. Жалость какая. Карту открыть в... Может сюда? И что дальше? Не, не особо-то. О, ещё мёд висит, кстати. Я его и не заметил. Скальный. Тип. Жужжащий воск ещё я нашёл. Ничего себе. А чё, раньше он мне не попадался? Был же тоже наверняка. Так. Лопковый. Опять эти появились там, засранцы. Когда вам надоест. Всё, спасли зайку. Не спасли зайку. А, он флюор... Фосфорный был, поэтому сам исчез. Понятно. Так. Ладно, посмотрим, что у нас здесь имеется. А, здесь я не могу пропрыгать. Ясно. Там он ещё какая-то есть лужа. Но я её никуда не положу, потому что у меня места не осталось ничего. Блин, отсек нужен новый. Просто-напросто. А это что такое? Ты что-то живое? Ну, живое явно. Ну, не то. Так. Сколько здесь много новых мест, может быть, куда надо пропрыгать? Карта, короче, там. Надо отметить. Как-то. Ладно, я её и так вижу. В принципе, в целом. Сейчас я куда пошёл? Точно не туда, куда надо. Просто берег. Просто берег, без всякого интереса. Так, тут... Ты кто такой? Удильщик слайм. Диета мяса. Блин, а чем вот меня пожертвовать, чтобы... Давай воск уберём пока. Удильщик слайм. Иди сюда. Дай-ка посмотрю, побли. И... Как красиво. Дай-ка посмотрю, побли. Уже. Мясо есть. Вот кто это такой недовольный. Это этот удильщик слайм недовольный. Ладно. Это стоило того, чтобы сюда пройтись. Теперь пошли обратно. В какую сторону? Где выход? Где-то там. Где-то я должен был пройти мимо недовольных жук, недовольных тип-типов. Вот здесь, наверное, да? Это дикий мёд. Валяется просто так. Видимо, я испугался и не добрал чего-то, когда здесь мимо проходил. Так, скальный плорт. Любопытно. Любопытно. Нужен ещё загон, получается. Интересно, а там загон, может, нужен с водой? Или как? Надо посмотреть, проверить. Так, где-то фигурка странная на место поставилась. Сама по себе. Это уже подозрительно. Но мне не сюда. Так, телепорт, телепорт. Нужен мне очень телепорт. Туда. Уф, тяжко, конечно. Тяжко тут искать всякие места новые. Тяжко. Что-то нужно много внимательности. Нужно... Много очень внимательности нужно. А я прям... Невнимательность. Мистер. Мистер невнимательность. Так. Надо почитать про этих товарищей. Вдруг им нужна лужа вместо обычного загона. А я их посажу в обычный загон, они высохнут и умрут. Я такой, что? Короче, нехорошо получится. Определенно. Так, значит, у меня есть шикарная вот здесь вещь. Блин, хотел телепорт поставить. Вместо этого всё равно пошёл так. Но он как бы односторонний, так что... Ладно уже. Потом поставлю. Куда-нибудь. Ещё более в далёкое место. Так. Ну куда-то туда-то. Хм. Ну можно и так. Текс. Значит, этот слайм. Удильщик. Вот он. Удильщик слайм. Любимая морская курица. Диета. А где жить-то он должен? Непонятно. Не сказано. Где он должен жить, мне не сказали. Почему-то. Так, эти у меня скрещены. Всё нормально. Тут вот надо, короче, поубирать у кого-нибудь. Например, хлопок скрестить с... Просто с мяуром. А розового с кем тогда? Розового с кем? Хлопок с мяуром. Непонятно. Пока непонятно. Так, ладно. Медовых мы несем, значит, в загон сюда. Медовых. И скрещиваем с... Ну, собственно, у меня там охотник. Поэтому, я думаю, он сам справится. Отлично с этим делом. Великолепно. Так. Это у нас недовольный плорт. Это охотничий. Недовольный такой, смотри. 6 вообще. Какой недовольный товарищ. О! А, ну это не то. А им же нужны были... Фрукты. А не овощи. Этот скалистам надо, короче. Не хватило места, прикинь. Как много у меня уже растет из этой свеклы. Так. И где-то здесь наверняка еще есть. Одна. Выжившая. Так, ну что ж. Тогда, давай посмотрим, что у нас из себя представляют вот эти товарищи. Они тоже жрут мясо, между прочим. Загон. Ой, нет, это не надо. Так. Этик сюда. Вам же не вода нужна, надеюсь? Диета, мясо. А с кем вас скрестить, чтобы у вас было, типа, получше диета какая-нибудь. Так. С кем же их скрестить? Надо искать еще кого-то, получается. Может быть, кстати, с этими скотами, они тоже мясо живут, хотя, блин, неудачно как-то. А с кем же их скрестить? Похоже, пора это все прибираться немножечко, посмотрите, сколько у меня здесь этого добра накопилось. Продать или в машину закинуть? Или продать? Или в машину закинуть? Ого, уже 100. Обалдеть. Так, 38. Кстати, розовый по 10 стоит, прикинь. Обалдеть. Нужно срочно продавать весь. Просто срочно. По 10, по 10 нью баксов за розовый плор. Ну что, и какие цены видели вообще. Когда? Быстрее, быстрее. Это уже 300 скурта просто, ниоткуда. С этих всеядных. О, уже опять забилось все. У меня столько места нет. Сейчас, сейчас. Поважите чуть-чуть. Сейчас все сделаем. Главное, я розовым занимаюсь, только можно было в это время еще и желтое тут пособирать. Обалдеть. Деньги льются рекой. Просто. Кайф. Это кайф. Так, погнали дальше. Еще, еще пару ходочек. Еще надо, наверное, тут проверить вольер. Явно нужно их рассаживать, короче, и переделывать в каких-то других городах. Что-то очень... Или ларгах. Ларгами, вроде. Попутаюсь в названиях. Оба большие. Квест какой-то появился, вон. Или не квест. Кто-то еще из старых знакомцев пишет. Экс. Ого, сколько клубники. Я вот не понимаю, как можно пользоваться какими-то одними там овощами. Или еще чем-то, если есть вот любимая еда. И типа... Ну, камон. Надо же кормить тем, что дает больше. Вон, смотрите, сколько у меня тут накопилось. Просто жесть крутая. Не хватает места. Просто элементарно. Кстати, скалистый, наверное, надо еще закинуть в машину чуть-чуть. Потому что он где-то там нужен для производства. Сейчас мы это и сделаем. Да, в принципе, и в привилюционный тоже пойду закину. Пусть лежит в машине. Есть, не просит. Терна потом еще накопится. Так что... Прекрасно. По-моему, это прекрасно. Когда есть огромное количество клорта и денег, соответственно, это прекрасно. Так, 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 так. А, еще у меня силы свист. Я могу, если что, ездить туда скидать. Так. Теперь продаем. Сколько мне дадут баксов за эти фосфорный и скалистый? Скалистый стоит 29, а фосфорный 20. Ну, в принципе, неплохо. Очень даже неплохо. Есть. Капуста созрела. Нужно кому-нибудь тоже ее закинуть в кормушку. Жалко, что нельзя, типа, в кормушку тоже два отсека. Подзакидывал туда два разных вида еды для, собственно, этого вот. Для вот такого, например. Почему нельзя? Было бы очень даже неплохо, мне кажется. Так, тут у меня опять какой-то урву появился тоже. Блин. Рассыпается. Очень, очень много. Очень много у меня накопилось тут всего. Так, а что у нас по мио-уровому в преобразователе? Наверняка тоже где-то необходим. Сейчас быстренько глянь. Я думаю, что... Я уже подустал, честно говоря, надо закругляться. Ой, очень, очень много получается всего для этого надо. Так. Бум. Так, фосфорный лучистая руда. Jetpack. Реактивный ранец. Так, это хорошо. Это расширитель отсека. Вот, нужен сюда, получается, урвый. Руда. Плорт удилищика нужен. Как раз я его нашел. Сотолкнуть по 40 предметов в каждый отдел. Так, добавляй дополнительный универсальный вак отсек. Песок я еще не нашел почему-то. Специальный вак отсек для пресной воды. Это у меня есть. А это что? Защита какая-то отсека. Мяуровый, короче, используется только... Где? Вот здесь. И то нужно 10 штук. Значит, мы 10 сюда закинем. А остальное продадим. Вот такой вот у меня план. Коварный. Жуткий жуть. Так, морковь созрела. Какая-то созрела клубника. Блин, вообще. Не успеваю просто. Так. Светится красивенько. Можно использовать место освещения какого-нибудь. Блин, все равно мимо. Что я никак не могу приноровиться. Нужно вовремя остановиться, короче, всасывание. И тогда не будет падать лишнего. А у меня не получается. Петух сбежал. Или появился. Вот. Такие пироги. По-моему, шикарно все пока получается. Мне нравится. Я вон опять заработал уже с этими новыми слаймами больше, чем у меня было в начале. Или у меня... А, нет. У меня, наверное, 27 было в начале. Или что-то такое. Но все равно приближаюсь к этой отметке стремительно. Так что это показатель. Не попал. Опять курей тут набралось. Просто целая прорва курей. Обалдеть. Это обычных больше всего, да? Так. У карикунов мало. Нужно вот так. Скалистые курицы есть? Так. Это обычная. Это вот скалистые есть. Короче, надо срочно что-то делать с местом. Просто стремительно заканчивается. Курицы какие-то очень плодовитые получается. Так, это все. Значит, это обычные. А у меня есть где-то еще отсек для... Нет, таких нету. Придется использовать другой отсек для таких курей. Морская курица. Все. Шикарно. Получается... Ладно. Наверное, на сегодня все. Что-то у меня очень-очень подустал. Единственное, что... Капуста опять созрела. Единственное, что я бы еще квестик прочитал. Что-то нового мне скажут. И все на этом. Капуста. Кому тут капуста была нужна? Вам, да? Капуста... Нет, вот этим товарищам. Твоим отдадим кормушку. Мне, кстати, вон еще ее хватает. Покажи. Так, квест. Квест. Что скажет? Новый какой-то, наверное, товарищ. А, нет, он же. Ты смотри. Привет, Беатрикс. Хотел сказать, что я взломал очередный шифр от этого ИИ. Он явно приспособился к моей предыдущей разгадке и создал что-то еще сложнее. Умно. На этот раз там оказались инструкции, как с ним связываться, отправлять и получать сообщение. Так что мы немного поговорили. Он задает много вопросов. Сначала обо мне, потом о моей работе. Как будто прощупывает, что я умею лучше всего. Должен признать, мне это даже польстило. Обычно это я задаю вопросы. Когда-то вся моя жизнь состояла из одних вопросов и последующих исследований. Но, прожив так довольно долго, я ощущаю то же самое в других людях. И пусть это странно, но даже в этом ИИ. Вызошли. Когда я начал задавать ему свои вопросы, он отвечал мне так, что казалось, будто он пытается защититься. Скрыть глубокое одиночество в своем сердце. Понимаю, звучит странно. Это же ИИ, в конце концов. Но разве не всякой форме интеллекта нужна связь с другим существом? Чувствую, в этой истории не все так просто. Но даже если нет, то я счастлив просто побыть полезным новому другу, позадавать вопросы, чтобы у него появились причины, искать ответы. Еще доложу тебе обо всем позже. Понятно. Хорошо. Короче, какая-то там интересная история с искусственным интеллектом. Возможно, это он мне и письмо написал, скорее всего. Но это не точно. Так, еще, кстати, здесь наверняка морковка созрела, раз у меня валяется везде. А, нет. Ну ладно. Так, это мы соберем, значит, я поставим тоже сюда. Вот, вот сюда. Отлично. Так, все довольны? Ой, а ты как тут оказался? Ты вообще сбринтил, что ли? А ну, иди на место. Жесть. Прыгун. Эти-то вон не прыгают. Ладно. На сегодня, пожалуй, хватит. Всем спасибо большое за просмотр. Пишите в комментариях, что я там где пропустил и как дальше мне проходить. Хотя, конечно, я сам справлюсь, наверное, со временем. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся. Услышимся вскоре. Я думаю. Всем пока. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok